Почти 90 тысяч барнаульских первоклассников переступили порог школы. Впервые за два года масштабные праздники прошли и для студентов. Дешево и удобно. В Барнауле тестируют зарядную станцию для электромобилей. Хоккеист-патриот малой родины. За что спортсмен, который объездил всю страну и не только, любит Барнаул? Почти 90 тысяч учеников сядут за парту барнаульских школ. Сегодня для них прозвенел первый в этом учебном году звонок. Наша съемочная группа попала на торжественную линейку в 45-й гимназии. Кстати, поздравить школьников с Днем Знаний туда пришел один из самых известных выпускников этого учреждения. О ком идет речь, расскажем далее. Первый в жизни школьный звонок. Сегодня его услышали 10 тысяч первоклассников в разных школах Барнаула. А всего в краевой столице в этом году за парты сядут почти 90 тысяч школьников. Дальше будет тяжелая жизнь. Хочется насладиться побольше этим моментом. В школе это так. Это еще цветочки по сравнению с тем, что меня ждет. Ученикам 45-й гимназии повезло немного больше, чем остальным школьникам. На их линейку пришел сам мэр. К тому же, когда-то Вячеслав Рак тоже учился в этой школе. И кто знает, может он еще не последний градоначальник, который получил аттестат 45-й гимназии. Я обращаюсь сегодня ко всем. Хочу еще раз поздравить вас с этим праздником. Набраться терпения, уважения к педагогам, уважения к самим знаниям. Сегодня вы начинаете свой учебный год. И хотелось бы, чтобы этот год был легким, светлым и полным проектов, чтобы все ваши ожидания сбылись. Кстати, с этого дня все школы страны начали проводить церемонию поднятия государственного флага под гимн. В начале недели его будут поднимать. Церемония спуска в конце рабочей недели. 45-я гимназия не стала исключением. Остается надеяться, что на учебу этих ребят не повлияют очередные вспышки коронавируса или дистант. Ведь впереди 9 увлекательных месяцев школьной жизни. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Всего в Алтайском крае в школы придут 280 тысяч ребят, из которых 30 тысяч первоклассники. С начала учебного года всех школьников поздравил и губернатор. Он побывал в 126-й Барнаульской школе. 126-я. Одна из лидеров системы образования края и его столицы, подчеркнул губернатор. Ее учащиеся и педагоги тоже станут свидетелями зарождения новых традиций. И теперь каждый понедельник во всех школах России. И в этой в частности занятия будут начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и звучания российского гимна. А еще будет разговор о важном. Урок, где школьники узнают о героях родины, исторических датах и государственных символов. По словам губернатора системы, образование региона справляется с той ответственностью, которую на нее возлагают. И я уверен, что тот высокий уровень, который показывают наши ученики, наши выпускники, он будет поддержан и в этом году. Я хочу сказать про то, что прошедший год был весьма успешным для всей системы образования Алтайского края. Наши ребята участвовали в многочисленных олимпиадах, были и призерами, были и победителями. Выпускники успешно сдавали выпускные экзамены. Я учиться буду классно, пусть гордится вся страна. Губернатор пожелал учащимся старших классов обязательно достигать поставленные цели. А самым юным привыкнуть к учебной нагрузке и школьной дисциплине. Уже завтра в школах начнутся занятия. А сегодня был просто праздник, которому способствовала по-настоящему летняя погода. Дмитрий Дроздов, День с толком. После двухлетнего перерыва масштабно отметили 1 сентября и вузы города. От точного формата в политехе уже успели отвыкнуть, но сегодня на сковородке, как в былые времена, аншлаг. Только первокурсников 2,5 тысячи. Для них сегодня по традиции спустился с памятника Иван Ползунов и подъехал на мотоциклетной колеснице. Приветствую вас, студенты политехники! Для нас это очень хорошая, добрая традиция. 1 сентября здесь на сковородке собирать всех студентов, преподавателей, для того, чтобы увидеть друг друга, поздравить друг друга с началом нового учебного года. А в этот год для нас он немножко такой особенный. Это действительно год юбилейный для нас, 80 лет. Классический распахнул свои двери в 50-й раз. У них 5,5 тысяч новых студентов из 39 регионов России и 16 стран. На самом деле я очень рада, потому что я считаю, что это гораздо лучше, чем заочно. Сейчас можно познакомиться уже заранее с теми людьми, с которыми ты будешь обучаться. И в принципе так как-то интереснее, веселее. После всего этого в 6 часов у нас будет open-air концерт, на котором будут выступать разные группы этого же университета. Вы пойдете? Да. С сегодняшнего дня ученикам запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках. Об этом заявил накануне российский министр просвещения Сергей Кравцов. Мы вышли на улицы, чтобы узнать, поддерживают ли инициативу вчерашние школьники, как, впрочем, и другие жители Барнаула. С одной стороны, это правильно, чтобы соцсети не отвлекали детей от учебы. А с другой стороны, это не очень хорошо для самих учащихся, потому что они не смогут списать. А станут ли дети более дисциплинированными благодаря тому, что вот такой запрет ввели? Ну, мне кажется, они будут беситься поначалу. Скорее всего, да. Не стоит все-таки так делать. Потому что я вот как бы сама в школе когда училась, мне это как-то не очень радо, когда вот так вот запрещали все это. В принципе, это полезная вещь, как говорится, детям действительно отвлекаться нельзя. У меня хоть и студент уже сегодня, 1 сентября поступили в университет, конечно, но тоже в школе мы с ним никогда не пользуемся телефоном. С одной стороны, это хорошо, они будут списывать, не будут отвлекаться. С другой стороны, если какая-то чрезвычайная ситуация, то ребенок первым делом звонит родителям, а только потом может пойти к классному руководителю. Телефон отвлекает внимание ребенка. Он должен быть сосредоточен на занятии, телефон ему ни к чему. Если что-то нужно сообщить родителям, учитель свяжется. Я думаю, это правильно, потому что сейчас мобильные телефоны стали частью детского восприятия, что формирует нездоровую психику. Сегодня торжественные линейки прошли и во всех школах славяно-сербского района Луганской Народной Республики. День знаний провели и в селе Радакова. Первый звонок там прозвенел буквально на руинах учебного заведения, разрушенного снарядами за две недели до начала учебного года. Ну а накануне Дня знаний все школы района принимали гуманитарные грузы депутату Госдумы Александра Прокопьева. Благодаря оказанной помощи в школах появится новый спортинвентарь. Подробности у Евгения Плохотина. Сегодня, 1 сентября, сейс-за парты Радаковской школы, от которой остались лишь стены, должны были больше 300 учащихся. Теперь дети будут учиться в соседнем селе и в местном детском саду. Но праздничную линейку, посвященную началу учебного года, провели здесь, на руинах родной школы. Так решили дети и их родители. Здание учебного заведения уже не единожды подвергается арт-обстрелам. Но до этого таких масштабных разрушений не было. Это 14-й год, это первый обстрел, это правое крыло было разрушено, прямое попадание. В очередной раз школу Радакова, где уже все было готово к началу нового учебного года, националисты обстреляли в ночь на 16 августа. Прилетели американские ракеты. Осколки до сих пор разбросаны на территории и за ее пределами. Помимо социальной инфраструктуры, также пострадали жилые дома. Сидеть в подвалах у жителей уже нет сил. Живут и не знают, а наступит ли завтрашний день, увидят ли они солнечный свет. С началом специальной военной операции появилась надежда, что страх, тревога скоро закончатся. Постепенно люди возвращаются к мирной жизни. Накануне нового учебного года все школы Славяно-Сербского района, а их 17, получили гуманитарную помощь от депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Фура с надписью «Детям Луганска» из России в Славяно-Сербский район привезла больше трех с половиной тонн груза. Это теннисные столы, спортивные маты, мячи, мягкие игровые модули для младших классов. Получат свою часть спортивного инвентаря для уроков физкультуры и ученики разрушенной школы в поселке Родакова. Вот сейчас идет оценка экспертами, возможно ли восстановление этой школы, либо же придется строить, возводить здание заново. Но вне зависимости от того, какое примут решение, я надеюсь, что администрация найдет место для того, чтобы разместить этот инвентарь, чтобы ребята смогли им пользоваться уже сейчас. Власти района предложили использовать инвентарь в уцелевшем корпусе Родаковской школы, где расположен спортивный зал, но при условии, что в помещении находиться будет безопасно. Как вариант разместить оборудование в местном ДК? В любом случае, обещает глава, дети смогут им воспользоваться, пока не откроется школа. После 2014 года отстроили, я думаю, что и после этого события школа будет отстроена заново. Это третье, можно так сказать, воскрешение данной школы. После 1974 года это уже третье. Надеюсь, что все оправдается. И есть надежда, что с открытием новой школы начнется мирная жизнь. И вернется к своей работе учитель физкультуры, который добровольцем ушел на фронт. Евгений Плохотин, Алексей Фризин. День с толком. Из Луганской Народной Республики. А несколько алтайских учителей этот праздник встретили далеко от родины, в Таджикистане. Два наших педагога возглавили в соседней республике русские школы, которые открыли накануне 1 сентября. Всего же в Таджикистане открылось 5 таких школ. Что это за проект и о чем свидетельствует такое культурное проникновение, расскажем далее. День знаний на русском в Таджикистане. Сегодня в республике заработали 5 школ, в которых будут преподавать наши учителя по российским образовательным программам. Русский язык очень востребован, очень престижен среди жителей республики Таджикистан. И родители детей понимают, что знание русского языка и тем более обучение в русских школах, завершение русских школ предоставляет дополнительные возможности. Душанбэ, Худжанд, Бахтар, Куляб, Турсунзадэ. В каждой школе 1224 желающих получить российский аттестат. Это проект Минпросвещения, координирует который Алтайский педвоз. Директора трех школ, наши педагоги и председатель комитета по делам молодежи Барнаула Владимир Гудков. В то время как на планете обсуждают концепцию русского мира, появление сразу нескольких русских школ могут воспринять неоднозначно. Но на Алтае идею одобряют. Тому есть причины. Если взять Таджикистан, то по далеким кишлакам молодежь уже не знает русского языка. Либо ты вот остаешься в этом кишлаке, либо ты собираешься, учишься и выезжаешь куда-нибудь. Китай, Европа, Америка с английским, либо Россия. Вот те большие державы, которые все равно давляют над всем остальным. А большие страны дают работу. Так во втором квартале 22-го года в Россию приехало больше трех миллионов трудовых мигрантов. В тройке лидеров Узбекистан, почти полтора миллиона человек. Затем Таджикистан и Киргизия. Около трети ВВП Таджикистана формируют выезжающие на заработки. Им нужны деньги, России рабочие руки. Для нашей же страны это выгодно, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, они уже были в нашей культуре, знали наш язык, знали какие-то ценности. Когда есть общее пространство и есть общие смыслы у людей, общие ценности, общее понимание о том, что такое хорошо, что такое плохо, конфликтов всегда меньше. И касается это не только трудовых отношений. Я как сторонник мягкой силы вижу здесь более прочную основу для экономической, культурной интеграции. И у нас достаточно неплохие внешнеполитические отношения, но они крепнут в результате роста доверия и взаимопоникновения культур. По неофициальной информации, к такому образовательному проекту готова и еще одна республика – Киргизия. Анастасия Драган, Александр Антропов, День с толком. Вода на улице Попова вновь вышла из берегов. Накануне обильный дождь затопил дороги, машины встали, а пешеходы оказались в ловушке. Такие кадры появились в соцсетях. Один из комментаторов с иронией подметил. Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что происходит на улице Попова во время дождя, я отвечу – ее топит. Опять все плывут. Тут просто стоят машины. Ждут с моря погоды. Ровно месяц назад улица Попова пережила еще больше ливень. Тогда десятки машин оказались на гребне волны, а некоторые вообще уходили под воду, что говорить о пешеходах. Одного ребенка даже унесло потоком, и он чудом не попал под машины. В мэрии не отрицают, что проблема с ливневками есть. Ранее в администрации сообщали о контракте на гидропромывку проблемного участка протяженностью 350 метров. Добавим, что всего в городе 128 километров ливневых сетей, и значительная часть была построена еще в 70-80-х годах. Чиновники поясняют, чтобы построить новую магистральную канализацию, необходимо порядка 1 миллиарда рублей. Уникальную зарядную станцию для электромобилей создали в Барнауле. Она уже работает в тестовом режиме. Зарядить машину владельцы могут всего за 1 рубль. Устройство, уверяют его разработчики, может стать альтернативой уже имеющимся в городе быстрым станциям зарядки. Анна Рашагирова познакомилась с новинкой. Сегодня на дороге владельцы автомобилей делятся на тех, кто смело едет на дальние расстояния, и тех, кто высчитывает, как далеко их машина, может уехать без подзарядки. Водители электромобилей должны быть уверены, что не останутся пешеходами в самый неподходящий момент. У нас не так развита эта структура, инфраструктура по зарядке электрических автомобилей, как, например, в той же Европе, в Америке, где ты спокойно можешь на электромобиле поехать в соседний штат, в другую страну, и ты знаешь, что везде ты сможешь его подзарядить. У нас, к сожалению, с этим пока очень проблематично. Между тем число электромобилей в городе становится все больше. Сейчас их около 500, а проблема сподвигла барнаульских разработчиков на создание уникальной зарядной станции. Авторы мечтают для удобства водителя установить подобные устройства в разных точках города, например, при крупных торговых центрах. Чтобы воспользоваться ими, владельцу электрокара нужно скачать приложение, навести QR-код и оплатить время зарядки. Оплачиваем, у нас начинается, открывается крышка, вставляем в устройство свой зарядный кабель, в зависимости от модели автомобиля, у каждого свой. Закрываем крышку, идем спокойно заниматься спортом, смотрим кино, возвращаемся, либо полный бак, условно говоря, полный бак автомобиля, либо какой-то запас хода увеличенный, достаточно доехать будет до дома. К слову, станции для зарядки электромобилей в городе уже есть, правда, всего несколько, так называемые быстрые зарядки. Однако новое устройство работает плавно, так, чтобы полностью зарядить аккумулятор, потребуется около четырех часов. Но это, говорят разработчики, скорее преимущество, чем недостаток. Такая зарядка не испортит батарею электрокара. А в сравнении с поездкой на бензине водитель электромобиля может еще и сэкономить. Так, при зарядке в 40 рублей за час водитель электромобиля обеспечивает себе путь в 20 километров. Примерно в ту же цену выльется литр бензина, но водитель железного коня проедет всего 10 километров. Нагляднее. Путь из Барнаула до Рубцовска в 300 километров на электрокаре обойдется в 600 рублей, а вот на бензине больше, чем в два раза. Но это, естественно, при условии, что зарядки для электрических авто будут встречаться как можно чаще на дорогах города и края. Установить такие простые устройства, говорят разработчики, можно повсеместно. Любое место, где человек может теоретически провести свою жизнь больше одного часа. То есть пляж, театр, кинотеатр, бьюти-индустрия, да, всем известно, да, оказывается, сделать маникюр – это больше часа, да, если этот автомобиль, то почему бы не поставить возле салона красоты. Пока опробовать новое устройство в городе можно только в одном торговом центре. В режиме теста зарядка обойдется всего за один рубль в час. Со временем разработчики планируют совершенствовать и само приложение. Например, время зарядки можно будет забронировать заранее. Анна Рашигирова, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульцы начинают отказываться от бумажных квитанций. Например, уже более 7 тысяч абонентов Барнаульской гор-электросети перешли на электронный формат квитанций об оплате. Отказаться от традиционных бумажных квитанций и получить за это деньги. Барнаульская гор-электросеть подводит итоги акции «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус – 1000 рублей». Ее перечислят на лицевой счет абонента. Ранее каждому участнику акции, а их почти 4 тысячи, был присвоен порядковый номер. Акция проводилась в период с 14 мая по 30 июля. В ней приняли участие 3801 абонент компании. Будет выбрано 100 победителей. И вот они – 100 счастливчиков. Список победителей опубликуют на сайте БГС и в СМИ. Кстати, сегодня уже более 7 тысяч абонентов в Барнаульской гор-электросети перешли на электронную квитанцию. Она ничем не отличается от бумажной и является ее копией. Только найти ее можно не в почтовом ящике, а на электронной почте. «Электронная квитанция имеет ряд преимуществ. Она, во-первых, быстрее доставляется, поскольку ее доставка не связана с работой почтовых служб. Во-вторых, электронная квитанция доступна с любых средств электронной связи, которые имеют доступ к интернету. В-третьих, электронная квитанция позволяет соблюдать конфиденциальность данных». Для того, чтобы перейти на электронную квитанцию, абонент должен зайти в личный кабинет. Если вы не пользуетесь им, необходимо пройти регистрацию. Для этого нужно перейти по ссылке в личный кабинет БГС или скачать мобильное приложение в App Store или Google Play. При регистрации указываем пин-код. Его можно найти в чеках об оплате. И последний шаг. Во вкладке «Мои лицевые счета» дать согласие на получение квитанции на e-mail. В преддверии Дня города мы продолжаем серию материалов об известных людях Барнаула. Он объездил всю Россию, жил в Казахстане, но в сердце один любимый и дорогой город – Барнаул. Хоккеист «Динамо Алтай» Андрей Локтев не променяет его ни на какой другой. По крайней мере, нам признался именно в этом. Мой коллега Дмитрий Дроздов прогулялся с хоккеистом по набережной – одному из самых притягательных для Андрея мест. Барнаул, я в нем родился. Для меня вся жизнь практически проходит в нем. Не осталось, наверное, ни одного города в России, где бы Андрей не был. Хоккеист «Динамо Алтай» часто рассекает с командой по разным городам. И однажды даже жил в Казахстане, город Астана, нынче Нур-Султан. Там он как обычный городок, старенький такой, а когда стала Астана в то время столица Казахстана, там он начал очень сильно преображаться. Ну и, можно сказать, я не знаю, мини-Нью-Йорк какой-то так получился. То есть все дома светятся, все подсвечивается, все красиво. Но центр города у них реально шикарный. В Барнауле, в принципе, меня очень все устраивает. Он начал облагораживаться, набережную сделать, Нагорный парк, Изумрудный парк. Уже появляются места, где можно нормально провести время с семьей, ну там с детьми погулять, походить. Ну, хотелось бы, конечно, строения вот этих поменьше, что у нас все строится, достроится все. А погулять-то толком негде. Ну вот эта часть города, конечно, очень нравится. Ночью как бы мост подсвечивается, парк светится. Вот здесь прям достаточно, прям все устраивает. Молодцы, конечно. У нас город достаточно, ну, очень чистый. У нас ребята приезжают в команду, все восхищаются то, что, типа, у вас город такой чистый, прикольно. Мне, допустим, не нравится Новосибирск, город. Почему? Потому что там постоянные пробки, как-то все серенькое. Ну, я не знаю, кто-то наоборот рвется, а мне наоборот как-то охота, ну, подальше от него быть. По словам Андрея, Барнаул тот самый город, в который хочется возвращаться. И он всегда говорит, это столица мира. Из минусов, по его словам, лишь обилие торговых центров и строящихся зданий. А вот плюсы они есть и, возможно, многих удивят. Чистота. Раз. Дороги. Два. Дороги хорошие? Дороги хорошие. Ну, если с Новосибирскому сравнивать. Дороги хорошие, да. Ну, и, мне кажется, за доброту и отзывчивость людей. Город Барнаул тремя прилагательными. Какой он для себя? Красивый, радостный и улыбчивый. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok